Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо всем, кто присоединился. Действительно, как показывает практика, нас активно слушают и смотрят и пациенты, и их родственники, и даже врачи. Врачи других специальностей это на самом деле радует. Потому что онкологический пациент – это понятие всеобъемлющее. Одному онкологу… Я не хочу сказать, что эта ноша тяжела, но наши пациенты живут, живут долго, и они попадают по тем или иным причинам и к другим коллегам. Поэтому нам, конечно, нас радует, что они тоже нас слушают и смотрят. Итак, мы с вами пережили сегодня самую длинную ночь в году. Мы двигаемся к лету, мы движемся к весне. Мы хотим быть действительно красивыми, радостными. Мало того, мы еще и раздеваться скоро начнем постепенно. Поэтому давайте поговорим о кожной токсичности, о неких проявлениях. Эти проявления беспокоят с медицинской точки зрения онколога, а пациентов, конечно же, больше всего беспокоят с косметической точки зрения. Итак, к сожалению, любая противопухолевая терапия, вы часто слышите и произносите слово химиотерапия, но нужно понимать, что на сегодняшний день химиотерапия – это всего лишь одна из составляющих более объемного понятия противопухолевой лекарственной терапии. Это и цитостатики, это конкретная химиотерапия, это и таргетная иммунотерапия, гормонотерапия. И, к сожалению, любая противопухолевая терапия может осложняться теми или иными осложнениями, но в частности драматологическими реакциями. На сегодняшний день наиболее часто эти реакции вызываются препаратами из группы так называемых ингибиторов ИДЖФР. И самое такое яркое проявление – это, конечно, аллопеция, о которой мы говорили, и она может быть либо частичная, либо тотальная, общая. К сожалению, предотвратить это состояние практически невозможно, особенно при применении тех препаратов, которые точно вызывают аллопецию. Мы пытаемся, есть один из вариантов – это введение препаратов противопухолевых в то время, когда пациент находится в холодовом шлепе. В нашем учреждении это есть. К сожалению, это платная процедура, но всё-таки есть такой шанс. А всё остальное – это попытка сохранить волосы при применении тех препаратов, которые могут вызывать частичную аллопецию, то есть это короткая стрижка, и не травмировать волосы химическими завивками и всевозможными окрасками. Итак, я говорила препараты группы ингибиторов ИДЖФР, то есть это препараты из группы таргетной терапии. Таргетная – это что это такое? Вы уже наслышаны об этом слове. Это лекарственное лечение, которое специально разработано для воздействия только на клетки опухоли, без воздействия на здоровые клетки ткани. То есть от слова «таргет» – цель или мишень. Итак, мы, конечно, рассчитывали на то, что воздействие будет только на вот эту мишень, вот эту цель, и не думали, что появится осложнение, так как нет воздействия на здоровые ткани, но оказалось, что это всё гораздо сложнее, и в том числе всё равно страдают и здоровые клетки тоже. Итак, что же является целью противоопухолевой терапии? Это белки, которые находятся на поверхности самой опухолевой клетки, и их нет на здоровой клетке. Белки, которые подверглись изменению на опухолевой клетке, или гены, лечащие ДНК, которые уже подверглись изменению в опухолевой клетке. Препараты эти применяются, используются для лечения многих локализаций. Это и опухоли лёгкого, и толстой кишки, опухоли головы и шеи, поджелудочной и многих других. Вы слышали такие названия? Многие из вас их получали, эти препараты. Это цетоксимаб, панитумаб, пертузумаб, эрлотиниб, гефетиниб, афотиниб, лопотиниб и так далее. Название говорит просто о принадлежности к различным группам. Видите, моноклональные антитела и ингибиторы терезинкинас. И практически у всех пациентов, получающих эти препараты, недели через 2-3 появляется окнеподобная цепь. Радует, что это не так часто, не всегда. Но в 10-20% случаев она бывает в достаточно тяжёлой степени. И более позднее осложнение, то есть уже пациент лечится. Где-то через полтора месяца могут такие проявления быть, как сухость кожи, трещины всевозможные, кожный зуд, воспаление околонокривого валика и увеличение роста волос. Итак, окнеподобная сыпь. То есть сыпь, вот на этих фотографиях видно, что она поражает открытые участки кожи. Возвращаемся к весне и лету. И именно эти участки чаще всего и подвергаются солнечному воздействию. Поэтому солнце тоже провоцирует такие вещи. Вкупе с тем, что пациент получает противоопухолевую терапию. Но как онколог я, например, радуюсь, когда вижу такое проявление токсичности, сыпи. Потому что доказана прямая корреляция между объёмом, количеством, интенсивностью этой сыпи и воздействием на опухоль препаратов. Но, с другой стороны, это как онколог. Как врач я понимаю, что это может нарушить, привести к более тяжёлым последствиям. Ну и, соответственно, пациенту не нравится просто даже косметический эффект. Это мешает жить. И поэтому мы действительно обучаем пациентов. Особенно, когда начинаются солнечные дни в их преддверии, мы просим профилактировать такие осложнения. Обязательно использовать солнцезащитные средства и головные уборы. Ограничить пребывание на солнце. Я не говорю, что нужно сидеть в подвале. Просто нужно защищать свою кожу, нашу северную кожу, от воздействия солнечных лучей. Так как он воздействует снаружи на кожу, а химиопрепараты изнутри, и происходит совместная реакция. И необходимо действительно каждое утро наносить и улажняющее, и солнцезащитные средства на все открытые участки тела. Не только женщинам, но и мужчинам. Мужчинам тоже приходится этому учить. А это сложно. Нужно обучать наших пациентов, и мы стараемся донести до них, необходимо избегать контакта с активными реагентами. Нужно использовать щадящее моющее средство и мыло. Нужно делать домашнюю работу в перчатках резиновых. Как бы наш народ не сопротивлялся ношению перчаток в период пандемии, но пощадите себя, пожалуйста. И используйте перчатки, когда вы выполняете домашнюю работу. Не нужно использовать обрезной макияж и маникюр. Исключить макияж. И мне понравилось слово. У дерматологов, у косметологов они называют это... Как говорила? Камуфляжный... А, камуфляж. Они называют это камуфляжем. Мне так понравилось. Действительно, камуфляж. То есть та косметика, которую мы используем, действительно, это камуфляж. И обрезной маникюр. Бриться можно, но не стоит использовать для этого электробритвы. Необходимо носить свободную, удобную обувь, использовать хлопчатобумажное белье. Потому что тесная обувь, тесные перчатки сдавливают, кровообращение нарушают. И поэтому будет усиление токсичности. Ограничить водные процедуры. Мыться нужно, но не нужно стоять под душем или лежать в горячей ванне в течение 40 минут. Да, все наши токсичности мы подразделяем на степенью. Первая, вторая степень, они меньше нас тревожат. Третья, четвёртая степени – это уже более тяжёлые проявления. Что такое первая степень токсичности? Это когда поражено менее 10% поверхности тела. И нет болезненных ощущений. Вторая степень – это уже поражение некими проявлениями от 10 до 30, до 3 поверхности тела, и уже есть некие проявления физические, которые мешают вам жить. Третья степень, уже тяжёлая, когда поражено больше 3 поверхности тела, и есть болезненные и неприятные ощущения. Когда вы уже, как говорила Татьяна Юрьевна, не можете чашку в руках держать или айфон свой, телефон, кнопочки нажать, настолько это болезненно в кончиках пальцев. И четвёртая степень – любая площадь поражения, оно тогда, когда уже есть присоединение инфекции, и мы вынуждены назначать нашим пациентам внутривенные антибиотики. Итак, зачем нам это подразделение на степени? Первая и вторая степень позволяют нам продолжать противоопухолевую терапию и продолжать так называемую симптоматическую терапию, то есть увлажняющие солнцезащитные кремы и терапию местными антибактериальными средствами. Здесь действительно написано название этих препаратов, но ещё раз я призываю не заниматься самолечением. Я сейчас немножко отойду от тем, вот от этой презентации. На самом деле мы активно работаем и доносим информацию не только до пациентов, их родственников, но и до наших коллег, других специальностей, и очень хорошо эту тему подхватили дерматологи. Большая часть дерматологов уже знает, активно занимается, интересуется вашими проблемами и в нашем городе, и по всей стране. Мы работаем с дерматологами, с фармацевтами, поэтому вы наверняка в своём регионе найдёте доктора, который знает о том, что такие проблемы существуют, и уже знает, что с этим делать. Даже если у вас нет доступа до своего онколога, правильно? Надо сообщать онкологу о своих ситуациях, но вы можете находиться где-то в таком месте, где у вас нет связи, и доктор не может посмотреть, как вы выглядите, оценить ситуацию полноценно. Ну и в итоге третья-четвёртая степень, вот когда третья-четвёртая степень, мы уже вынуждены прерывать противоопухолевую терапию, а лечить уже, заниматься лечением именно сыпи. Поэтому это принципиально важно разделение на степени. И вот видите внизу редукцию, то есть уменьшение дозы препаратов противоопухолевых. У каждого препарата есть своя последовательность снижения или не снижения дозировки. Сейчас не расскажу об этом. Ещё раз, в каждом препарате прописано, можно ли вернуться к прежней дозе после второго рецидива кожной токсичности, после третьего редуцировать или продолжать не глядя ни на что. То есть это вот не тема сегодняшней беседы. Также, естественно, если есть зуд и есть необходимость, то возможно использовать антигистаминные препараты, увлажняющие кремы с мочевином и антисептические препараты для лечения всевозможных гневничковых поражений. Паранихии, то есть воспаление околоногтевого валика. Они могут развиваться, да, не сразу, уже через некоторое время, на руках и на ногах, и они могут рецидивировать, появляться снова и снова. Если есть выраженное нагноение, то необходимо обратиться к хирургу, только, пожалуйста, расскажите о том, что вы получаете противоопухолевую терапию. Итак, что же, как профилактировать эти меры, что вы можете сделать для того, чтобы не доводить руки до такого состояния. Еще раз, щадящий маникюр и педикюр. Маникюр и педикюр – это отнюдь не нанесение лака на ногти или на наращивание ногтей. Это уход за ногтями. Возможно, местная терапия противовоспалительными препаратами. Возможно, системная терапия. Это антибиотики. Вам самим не нужно этого назначаться. И, опять же, при нагноении уже идти к хирургу. Вот если возникнет суперинфекция, то есть выраженное воспаление, тогда действительно мы вынуждены назначать антибиотики внутривенно. Еще одна вещь есть, которая существовала у наших пациентов и в эпоху дотаргетной терапии, при цитостатиках. И сейчас она при многих таргетных препаратах существует. Это кожная токсичность. Так называемый ладонно-подошвенный синдром. Это общее название. При различных препаратах они применяются при очень большом проценте. Действительно, тоже опухолей у многих пациентов могут встречаться. Это нарушение состава кожи на ладонях и подошвах. Вот на фотографии, например, это может быть проявлением гиперемии, отека, изъязвления. Какие препараты вызывают? Еще раз. Цитостатики, капицитабин, фторпиримидин, фторурацил, траметиниб, кометиниб, липосомальный доксорубицин, как видите, еще раз, и цитостатики, и таргетная терапия. Но вот внизу есть строчка препараты, которые реже вызывают такие реакции, но тоже могут вызывать. Есть люди, которые больше остальных подвержены развитию таких ситуаций. Это пациент, первая строчка, естественно, это зависит от того препарата, который мы вынуждены давать пациенту. Дальше. Чаще всего возникает, как видите, у молодых пациентов до 65 лет, женщин. У пациентов, у которых уже есть нарушение функции почек или печени, те или иные, либо были до начала противоопухолевой терапии, либо уже в процессе лечения происходят изменения. Те пациенты, у которых есть некие другие уже кожные доболевания, севария, гипергидроз. Пациенты, страдающие алкоголизмом. И вот, смотрите, перегревание тела. То есть тогда, когда, ну, есть любители полежать в горячей ванне или подольше, полежать, постоять под душем. Редское изменение климата на жарке. И пациенты, у которых есть склонность к повышенной кровоточивости, и пациенты с ожирением. Потому что повышенное давление идет на складки и на поверхности тела, например, на подошву. Вы всем весом встаете. Еще раз. Профилактировать. Это зависит от вас. Как только, вот если вы понимаете, что у вас есть вот эти факторы риска, поэтому лучше дойти сразу же до дерматолога и посоветоваться о назначении сопутствующей какой-то терапии ухаживающей. Это попытка сократить приток крови во время инфузии препаратов. Это содержание рук и ног в холодной воде. Но еще раз. Это если короткое время вводятся препараты, обязательно осматривать кожу ладони и подошв во время каждого визита к врачу и самостоятельно. И если вы что-то нашли похожее на вот такие изменения, пожалуйста, сообщите своему лечащему врачу. До начала терапии необходимо убрать загрубевшие участки кожи. Надо не забывать, что такие участки кожи загрубевшие могут быть и на локтях, и на подошвах, и на ладонях у некоторых. И лучше их убрать до начала лечения. Самостоятельно можно пользоваться только маленькими, мягкими пилингами. И необходимо каждый день мыть руки теплой водой. И, опять же, напоминаю, мягкое мыло не растирать кожу жестким полотенцем, промокать. Пользоваться антиоксидантными гелями, пленками. Повторяюсь, носить хлопчетобумажное белье, потому что все то же самое, что при терапии ингибиторами СЖФР. Исключить или ограничить, уменьшить занятия спортом, длительные пешие прогулки, уменьшить давление на стопы. И очень важно, богатое нутриентами, то есть питательными веществами и витаминами, различными минеральными составляющими питание. И адекватная гидротация – это значит адекватный объем жидкости воды должен поступать в ваш организм. 8-12 стаканов в день, но лучше считать 30 мл воды на килограмм веса. То есть если ваш вес 70 кг, соответственно, 2 литра воды, чистой воды ваш организм должен получать. Также ладонно-подошвенный синдром имеет 4 степени. Первая степень – это минимальные изменения. И вторая, третья степень – это уже появление неких клинических проявлений, таких как шелушения, трещины, пузыри, актеры. И у вас уже ограничена активность в течение дня. Первая степень – мы не редуцируем, не уменьшаем дозу. То есть мы можем продолжать проводить противоопухолевую терапию, но мы присоединяем некие ухаживающие средства, всевозможные увлажняющие, питательные и местные антисептики. Вторая степень – тоже смотрим в инструкцию. Еще раз, не вы, конечно, а ваш доктор. И в зависимости от того или иного препарата у каждого прописано, когда мы уже редуцируем, то есть уменьшаем дозу препарата, который вам необходим, и продолжаем противовоспалительную и ухаживающую терапию. Третья степень – мы уже вынуждены отменить терапию противоопухолевую, но не до очистки кожи, до здорового состояния, а можно снизить до первой степени, то есть тогда, когда уже будут проявления, не мешающие вам жить. Дальше мы редуцируем дозу и продолжаем противовоспалительную терапию. Еще одно изменение – гиперпигментация кожи. Тоже мы очень часто предупреждаем пациентов о том, что на открытых участках тела при воздействии солнца в тот момент, в те дни, когда вы получаете ту или иную противоопухолевую терапию, например, фторпиримидин, ибусульфан, блеомицин, доцитоксел, вполне могут развиться вот такие участки местных, локальных, либо тотального гиперпигментации. Кожа может потемнеть полностью. Фотосенсибилизация, то есть усиление воздействия солнца. Опять же, на открытых участках тела, видите, совершенно четко, это открытые участки тела. В те дни, когда пациент получает противоопухолевую терапию и попадают солнечные лучи, могут возникать ритема, то есть отек, покраснение, вплоть до возникновения волдырей. Не думайте, что солнце – это обязательно южное солнце. Вот эта фотография женщины в черной футболке – это вообще мурманская женщина. То есть там хватило ей того солнца в июле месяце, чтобы получить вот такой вот отек. Ну и с 2018 года у нас есть еще иммунотерапия. Мы все радовались, когда она появилась. Мы и сейчас радуемся, и вы радуетесь. И иммунотерапия все больше и больше входит в нашу с вами жизнь. Применяется все при большем количестве различных опухолей. Но у нее тоже есть так называемые иммуноопосредованные явления, которые никак не отличаются от… То есть невозможно понять, это вот иммуноопосредованная реакция или это просто поражение в результате другого заболевания. Может поражаться любой орган, любая ткань. И, естественно, самый большой орган в нашем организме – кожа тоже поражается. И, как вы видите, могут и высыпания, и на коже появится зуд, всевозможные элементы, и сливающиеся, и одиночные, и могут появляться на различных частях тела, и даже поражения слизистых. Здесь мы тоже смотрим на степень токсичности. При низкой степени токсичности мы просто откладываем поведение препарата и продолжаем симптоматическую терапию. Когда они разрешились, мы продолжаем терапию при разрешении этих симптомов. А вот средняя и тяжелая степень – мы уже вынуждены прекращать иммунотерапию и начать применение кортикостероидов для лечения вот этих иммуноопосредованных осложнений. И я тоже поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы тигр был добрым к нам, ко всем. Я желаю тепла, улыбок, здоровья. Знаете, как в детстве говорили, главное, чтобы не было войны. Но реально очень хочется, чтобы закончился ковид. Что делать с онкологическими заболеваниями, мы знаем. Давайте будем работать и жить совместно дальше и постараться не ухудшать, по крайней мере, жизнь себе и окружающим такими глупостями, как ковид. Здоровья еще раз всем. Субтитры создавал DimaTorzok